Пишу. Всё трещётся. Пятый Б лисётся. Написано. Что написано? Уметь читать? Нет? У меня читать сложно. Называется «В чём проблема?» Мы с вами действительно часто оказываемся в ситуации, когда мы не понимаем, в чём на самом деле заключается проблема, которую мы пытаемся решить. Вот, допустим, у вас ваши супружеские отношения зашли в тупик. И вы в рамках этих супружеских отношений находитесь в дискуссии. Это что такое? Это вы обвиняете друг друга, кто, чего, кому, как и когда. Это всё чревато побоями и всякими прочими неприятными историями. А в чём проблема-то? Вы что решаете? Что кто-то кому-то дадал или не дадал? То есть, я для тебя всё, а ты мне ничего. Я тебе как с человеком, а ты как свинья. Вот что обсуждается? Если обсуждается, какому виду животных принадлежит вторая половина, виды животных бывают разные, всякие парнокопытные, вот это всё, как только не называют этих животных, то это вы решаете один вопрос. Если вы решаете вопрос, разводиться или не разводиться, это другой вопрос. Если вы решаете вопрос, как вам улучшить ситуацию, это третий вопрос. То потенциально даже парнокопытному можно, так сказать, по крайней мере сделать барашка и тут сожарить. Вот. Да. Ну, это мой юмор. Да. Ну, в чём дело? Значит, что вы решаете? Вы в чём проблема? Ключевая проблема принятия сложных решений, что непонятно, какое решение принимается. Понимаете? Непонятно. Я, опять же, подчёркиваю, да? Вот у нас есть проблема в виде, там, конфликт. Не сошлись характерами, что называется. Да? Значит, и дальше. Это может быть проблема. Выяснение отношений. Вы хотите выяснить, кто, кому, чего, как, значит, чтобы почувствовать, что вы жертва, вот, а он или она Абьюсер. Или животное. Животное. Ну, вот. Смотрели видео про бобра? Значит, животное. Не звоните сюда больше. Вот. Значит, да. Выясняете отношения? Ищите способы его улучшения отношений. Решаете, разводиться вам или нет. Завести вам вторую семью. Вы можете такой вопрос решать. Сейчас девушки часто решают вопрос по поводу того, что один есть, второй есть, и у всех есть плюсы, вот, а какого взять, непонятно. И вот, и живут, так и не страдают. Вот. Это, чтобы раньше такого было, такого не было никогда. Вот. Это называется, как бы, завоевание, завоевание феминизма. Новые проблемы в нам, в дом. было мало решений. Давайте на новые посмотрим. Вот. Но это опять мой юмор пошел специфический. Так. Значит, очень важно решить проблему. Вопрос. Почему у вас, вот, вы не можете, вот, вы, проблема, есть ощущение проблемы. Ощущение топика. Вот, условно, вы работаете на работе, которая вам вдрызг не нравится. Эти сотрудники вам обрызгли. Ну, в общем, неприятно с ними. Значит, как же это? Ну, не обрюзгли. Ну, ну, как, фу, вот это все. Невозможно их смотреть. Все занудно, ничего вас не развивает и так далее. Ну, вот. Да. Значит, и вы ощущаете негативные эмоции. Это ощущение. это не формулировка проблемы. Значит, нельзя путать ощущение проблемы и определение, формулировка проблемы. Значит, после того, как вы начали ощущать проблемы, ощущать себя некомфортно, необходимо подумать, что конкретно является проблемой. определите ее. Муж не подходит, вы не созданы для семейных отношений. Этот, я не знаю, что там еще бывает. Сексуально вы не удовлетворены в браке. Это другая проблема. Она может быть абсолютно, да, ну, как бы, но если в этом проблема, тогда с этим ты можешь что-то делать. Есть сексологи, понимаете? Такое тоже дело. Вот. Ну, в общем, короче говоря, надо понять, в чем проблема, потому что только после того, как вы понимаете, в чем проблема, вы можете начать ее, как бы сказать, мыслить, улавливать. Если вы ее не мыслите, то никакого тока, протоку не будет. И дальше начинать так. Почему мы находимся обычно в ощущении проблемы, вместо того, чтобы рационально, здраво, адекватно подойти, ее оценить и сделать? Значит, мы находимся в исущении проблемы из-за характерного специфического устройства нашего с вами мозга. Значит, наш с вами мозг, Курпатов сел на своего коня, значит, сегодня мозг у меня такой, тоже конский, без особого успеха, ну, ладно. Значит, наш с вами мозг, это сложное, сложный вавилон такой. Значит, если вы посмотрите, тут есть куча срезов, значит, которые могут помочь вам понять, что у вас есть всякие разные потребности, которые в вашем мозге решаются разными нейронными образованиями. Часто эти нейронные образования представляют собой так называемые ядра, находящиеся в подкорковых структурах, а часто эти нейронные образования это специфические нейронные сети или, как бы, точнее, нейронные, точнее, не точнее, можно сказать, нейронные ансамбли, то есть определенные взаимосвязи нейронов. И дальше я напоминаю вам мудрость, мудрость народная. Формулировка «и хочется, и колется, и мама не велит». Значит, это очень хорошая иллюстрация нашего мозга. Хочется подкорковая потребность. Колется – это у вас в стволе мозга, понимаете, что вы чувствуете, что будет за это ай-яй-яй. «Мама не велит», это надо с мамой тихо, так сказать, венчаться, бежать под тайну. Маша, Маша, я Дубровский. Вот. Да, значит, соответственно, вы хотите быть хорошей дочкой, поэтому «мама не велит», вы хотите… У вас есть ансамбль «быть хорошей дочкой» или хорошим сыном, если ему колется и мама не велит. И есть такая потребность. это как бы отдельный чип в вашем мозге желания быть хорошим. Значит, «хочется» – это отдельный чип, так сказать, потребность, которая актуализирована ситуацией. Третье – это колется, то есть вы понимаете, что может быть про это ай-яй-яй, и вы, соответственно, другой не хотите ай-яй-яй. И дальше у вас возникает такое облако из известной басни Крылова. Я сегодня, видите, по русскому фанклору пошел. Пушкин у меня с Дубровским, Крылов, так сказать, «лебедь, рак и щука», которые друт вас в разные концы. Значит, и получается, что если вы играете на стороне колется, то вы сидите, значит, и ваше фрустрируется, ваше «хочу», но мама в целом нормальная. Если у вас мама, значит, висит у вас «хочу» фрустрирована, колется, продолжает колоться и так далее. То есть, условно говоря, вы находитесь в борьбе, внимание, доминант, Алексей Алексеевич, ухтамский, великий русский физиолог, который сказал, что, дорогие друзья, если вы думаете, что вы вот такая какая-то цельная махина, окстись, вы сложно организованный комплекс воюющих друг с другом желаний, потребностей и так далее. Ну, пример. Худею я. Значит, есть голод. Прямо «ых!» Он не тетка. Я все время все форклор, я обещал же. Он не тетка. Значит, вам хочется так сказать еще что-нибудь сладенького. Вот сладенького хочется в голоде просто со страшной силой. Вот. Но у вас есть что нельзя. Да? Что вы как бы сказали подругам, друзьям, пари с ними заключили, что вы худеете. С другой стороны, вы думаете про все-таки вот шкварочки это огонь. Вот. С другой стороны, вы подходите к зеркалу и чувствуете, что с огнем-то собственно говоря пора завязывать, потому что никакого огня вам не светит. Вот. Что это такое? Борьба дискутирующих внутри вас нейронных комплексов. Вот. Значит, поэтому у вас вот это все и вы поддаетесь этому. Поддаетесь борьбе, домиан. Потому что мы все с вами биологические так сказать объекты. Муравьи у нас нейронные набежали, наделали пароведников. Так. К чему я это рассказываю? Я это рассказываю к тому, что вот откуда дискомфорт, который, внимание, влияет на ваше представление. Потому что как только вы оказались в ситуации дискомфорта, ваше представление, подчеркиваю, организованное тем, чтобы выбраться из ситуации дискомфорта, а не принять им правильного решения, которое способно вашу жизнь реально улучшить. поэтому это первое. Второе, что является ключевым дискомфортом, называется, помните, у нас когнитивное искажение, иллюзия, альтернативы. У нас есть искажение, называется, о, господи, может, иллюзия, вот это бездействие. Бездействие. Недооценка бездействия. Вот. Почему иллюзия? Когнитивное искажение. Недооценка бездействия. Я думаю, что иллюзия не складывается. Все, у меня там конфликт был доминант. Вот. Значит, называется когнитивное искажение недооценка бездействия. Да. Почему? Потому что если бы вот вы, находясь в этом дискомфорте, или находясь в этой проблеме, понимали бы, что то, что вы затягиваете ее решение, увеличивает количество ваших ошибок, количество проблем, которые вы наживаете. Ну, одно дело разводиться, если вы уже в Драбадан друг друга ненавидите, и в целом уже летали эти тяжелые предметы. И другое дело разводиться, так сказать, находясь в здравости, еще не успев, так сказать, жили душа в душу, то он ей в душу, то она ему в душу. Вот, значит, если до этого еще не дошло, вот, то, значит, нам кажется, потерпим, а на самом деле в этот момент мы авансируем будущие проблемы. и второе, если вы быстрее, раньше решаете проблемы, во-первых, она становится проще, во-вторых, она дает вам время, то есть вы, условно говоря, можете ждать, пока, ну, как-то оправится, в конце концов, ну, придет же начальник взрывомыслия и поймет, что я гениальный сотрудник, вторая половина очнется и поймет, что лучше меня подарка нет. Или там, чего там еще, вот, квартира, ну, сейчас не купим, когда-нибудь купим, ну, когда-нибудь, там, и так далее. И как раз мы к этому когда-нибудь и начнем думать про покупку. Иногда надо слегка думать заранее, потому что потом может быть вопрос, вот, да, и, короче говоря, вы можете потерять время, которое могло быть эффективно использовано. Поэтому недооценка бездействия, это когда мы считаем, что бездействие, это не страшно. Я подчеркиваю, это когнитивное искажение, бездействие страшно. Если вы ощущаете проблему, если у вас, вот, ощущаете проблему, если вы находитесь в состоянии, что низги не видать, то есть, проблема есть и вы не понимаете конкретных вариантов, как она будет разрешена, да, это очень важно. Вы можете, все мы можем испытывать проблемы, ничего в этом, какие-то сложности и так далее, это нормально. Мир сложен, куча вот этих всех водных, люди, в целом, существа, доставляющие нам массу дополнительных, так сказать, впечатлений разного характера. Вот, поэтому это нормально. Но если вы имеете в голове понимание того, как это разрешится, ну, условно говоря, вот у вас ребенок-подросток, если ему 14, 15, 16 лет, и он шлет вас на три буквы, вот, вы же понимаете, что это, ну, как бы период. Вы можете в этот момент, так сказать, войти с ним в решение проблемы, вот, и он пошлет вас реально, до этого он дурака же валял, просто демонстрировал, что он взрослый, вот, то вы тут можете, ну, вы можете знать, что это период, да, и вы говорите, малыша, все понятно, у монету, гормонов вагон, люблю тебя, давай, вот, сюда, сюда, вот, дальше поговорим через лет 5-6, вот. То есть вы понимаете, что это решится, да, вот, но есть проблемы, которые, ну, не решатся никогда, вот, и вы, ну, как бы, если продолжать в том же духе, все решится, решится все вообще, если кто не в курсе, оно все, всегда решается, вот, но лучше раньше и хорошо, и до финала, так сказать, успеть до закрытия занавеса, занавес у всех будет закрыт, но надо успеть раньше. Так вот, значит, да, значит, вот эта борьба, доминант, вот, которая, опять же, сужает наше вот это с вами мышление, и, соответственно, мы конструируем реальность неправильно, и не принимаем тех решений, считая, что потерпеть это нормально. субтитры создавал DimaTorzok,